А теперь переходим к следующей теме. Собственно, к первоначальным маркетинговым усилиям при создании предпринимательской компании. Ибо мы уже поговорили об экономической цели предпринимательской деятельности. Переходим к вопросу, как оценить рынок, куда мы выходим, как понять его перспективы и каких действий нужно придерживаться в первый-второй год, чтобы этот рынок завоевать, чтобы на нем укрепиться и сделать некоторую экспансию. Итак, начнем. Какие бывают типы рынка предпринимательских компаний? Первое – это новый продукт на существующем рынке. Второе – это новый продукт на новом рынке. Третье – это сегментация существующего рынка. Например, дешевый продукт на существующем рынке, более дешевый, чем у конкурентофильничевой продукт, а также копирование иностранной бизнес-модели. Вот такие четыре модели выделяют Стив Бланк и Боб Дорф в своей книге «Настольная книга основателя», где они пишут базовые закономерности и базовые законы создания стартапов, создания предпринимательских компаний, причем не только технологичных. Итак, какие же Стив Бланк рекомендует действия почитаемым типам рынка? Пусть у нас есть новый продукт на существующем рынке. Тогда нам нужно добиваться превосходства по принятым отраслях и активистикам, продажи по известным каналам, партнерства и поиск каких-то точных превосходств и тех качеств, что нет у наших прямых альтернативных конкурентов. Следующее. Новый продукт на новом рынке. Это не что иное, как разработка стратегии с нуля, выявление потребителей посредством дифферсифицированных гипотез, завоевание лояльности. Работа по выявлению потребителя с использованием дифферсифицированных гипотез, а именно метод Customer Development, был рассмотрен в видеокурсе «Коммерциализация инновационной идеи», который был тоже сделан мною для Московской бизнес-школы. Третий способ – это ресегментация. Что нужно сделать, чтобы успешно продвигать свой продукт в рамках стратегии ресегментации? Это выявление рыночных возможностей, неиспользуемых участниками текущего рынка. Это так называемая стратегия «Голубого океана», по которой есть отдельный курс в Московской бизнес-школе. Это нишевой маркетинг, о котором мы поговорим и в нашем видеокурсе. А четвертая стратегия – клонирование. Это просто стратегия адаптации бизнес-моделей с учетом особенностей той или иной страны. Например, в российском интернете, в Рунете, сейчас распространено успешное и творческое клонирование западных бизнес-моделей. Ну, например, практически все проекты, которые были реализованы компанией Mail.ru Group, бывшие Digital Sky Technologies, имеют в той или иной степени прототипы на западе. Это и Mail.ru, это и Одноклассники, это и многие другие компании, которые входят в портфель этой группы. То же самое и проекты группы Fastlane, которые сейчас уже набирают известность как инвестор в серьезные и многообещающие интернет-проекты, тоже смотрят на наличие прототипов на западном рынке как на аргумент в пользу того, что проект должен быть ими предпринят. Выбрав, поняв тип рынка, выбрав стратегию, как действовать, сразу можно сказать, что предприниматель сталкивается следующей задачей. Понять, какая у него траектория роста и какие у него будут издержки. В задании «4 рабочей тетради» вы сможете поэкспериментировать с определением различных типов рынка для конкретных примеров предпринимательских проектов. После того, как предприниматель определил, на каком типе рынка он работает и на какой тип проект у него, какому тип рынка соответствует в соответствии с классификацией сетевого бланка, предприниматель должен определить, какая у него траектория роста, чтобы понять, как у него будут расти сначала издержки на маркетинг и потом прибыли. Это может быть ракета, то есть экспоненциальная траектория, которая в английском языке носит еще на заменование J-curve, потому что похоже на букву J. Или постепенный линейный рост, когда рост компании примерно пропорционален росту отдела продаж и производства. Линейно расширяем производство и также линейно растут продажи. А когда у нас J-curve, у нас наблюдаются совершенно другие эффекты. Это, образно говоря, похоже на ситуацию, когда наш продукт попал в рынок и на продукт вдруг начинает наблюдаться лавинообразный спрос. Вот, например, не так давно, несколько лет назад был процесс просто лавинообразного подключения в Россию в Facebook, когда можно было видеть, как много людей буквально за несколько месяцев в России подключаются в русскую версию Facebook, когда она появилась. Или вот, как я уже приводил пример компании Инновентика, которая увеличила свою выручку на 100%, и также многие другие. Если компания попаляет в рынок, может получиться так, что спрос на ее продукты и услуги будет огромным, и компания просто должна будет суметь с этим справиться. Рост в виде ракеты в первые годы является тяжким испытанием. Для того, чтобы этот рост поддерживать, компания неминуемо должна привлекать обычно внешние инвестиции, и поэтому для предпринимателя действительно встает задача спрогнозировать, каким рост будет в первые годы, либо экспоненциальным, лавинообразным, либо постепенным. После краткого анализа и определения ситуации на рынке, следующим шагом является оценка рынка, и потом оценка предложения. То есть имеет смысл какие-то выкладки по рынку, причем для каждого года, перевести в цифры. Есть первое неписанное правило. Рынок должен оцениваться в деньгах. Ни в попугаях, ни в штуках, ни в трафике, а в конечном итоге в деньгах. Обычно рекомендуется пользоваться хорошими и качественными маркетинговыми исследованиями. И в данном курсе, в учебно-методическом пособии, будут даны названия маркетинговых агентств, которыми рекомендуется пользоваться для каждой отрасли. Ну, например, для области коммуникации, связи и мобильного интернета это является агентство Jason Partners. А, например, для большого количества технологических трасслей это Research T-Hard. Также выпускают хорошие маркетинговые исследования и большая четверка аудиторских компаний, и McKinsey, и множество других. Однако, часто бывает ситуация, когда готовых исследований нет, или они слишком дороги. Встает вопрос, как оценить рынок? Есть метод, который называется метод луковой шелухи. Образно говоря, рынок рассормируется с луковицей, от которых мы отсекаем совершенно ненужную шелуху, и вот совершенно ненужные сегменты, которые мы никогда не будем охватывать, и в итоге получается более взвешенная оценка рынка. Иногда можно пользоваться для этого какими-то частичными статистическими данными, иногда можно просто делать на основании здравого смысла. Классическим примером оценки рынка по методу луковой шелухи, например, может быть оценка потребления газированной воды Кока-Кола в Китае. Ну, например, может быть банальный ответ. Какой спрос на Кока-Кол в Китае? В Китае полутора миллиарда человек, каждый из них выпивает в день бутылку Кока-Кола. Понятно, что ответ, конечно же, неправильный. Потому что есть, например, младенцы, которые Кока-Колу не пьют, есть глубокие стрейки, есть люди, живущие в отдаленных районах, а их там сотни миллионов, которые Кока-Колу, может быть, даже вообще не видели. То есть нужно очень детально проанализировать рынок и отсечь все эти сегменты, которые явно совершенно не будут нашими потребителями. Проиллюстрируем этот сюжет на примере оценки рынка для сервиса, который занимается экспресс-доставкой букетов цветов за 45 минут. То есть мы по интернету можем или с сотового телефона заказать доставку букета, и за одну тысячу рублей нам букет доставят за 45 минут в ускоренном режиме. Такая потребность иногда существует, особенно для деловых людей, которые спешат куда-то на встречу, или которые спешат куда-то на самолет или с самолета. То есть такие задачи возникают, и в этом сервисе есть потребность. Оценим его рынок на уровне Москвы. Итак, в Москве 10 миллионов человек. Из них предположим, что 1 миллион, просто предположим, на уровне здорового смысла. Маленькие дети или совсем пожилые, которые цветов практически не заказывают сами. И в итоге остается 9 миллионов человек. Для простоты возьмем, что половина из них взрослые, условно-взрослые мужчины, и половина условно-взрослые женщины. Подростков и пожилых, но не совсем старых людей тоже считаем. Мы возьмем так, что для деловых целей, деловые цели понимаем в самом широком плане, в том числе поздравить и врача, и учительницу. В самом широком смысле нужно где-то в среднем 7 букетов в год срочно. Но люди не успевают, для кого-то нужен срочный букет. И еще букеты покупают для личных целей. Оценим, как покупают букеты для личных целей. Ну, предположим, что 70% из них женаты замужем, и мужчины в этом случае испытывают потребность в быстром заказе 5 раз в год. Обычно покупают жене медленно и с запасом времени, но иногда нужно купить быстро. А вот 30% не женаты, не замужем, мужчины в этом случае покупают цветы с быстрой доставкой 3 раз в год. Ну, предположим, что часто ходят на разные цветания, и иногда на них опаздывают из-за большой загруженности. Ну и вот, все эти выкладки написаны на слайде. Считаем, что женщины по личным соображениям цветы не покупают, цветы им дарят мужчины. Считаем, определяем доли, суммируем, и получается оценка рынка. 4 миллиарда долларов. Рынок очень большой. Так что этот бизнес имеет смысл обоснования. Таким образом, методом луковой шелухи можно оценить рынок для очень многих секторов. А теперь переходим к оценку предложения. Пусть у нас есть бизнес, и мы хотим оценить, сколько мы можем дать рынку. Для этого существует метод восходящего прогноза. Для этого нам надо понять, какое у нас узкое место в нашем предложении. Либо производство, либо продажа. Ну и вот взять пропускную способность узкого места. Ну и предположим, что у нас наша способность зависит от ну предположим, что наша способность поставить продукт зависит от пропускной способности отдела продаж. Ну и вот распишем. Пусть, например, каждый продавец способен дозвониться до 10 клиентов. В году 240 рабочих дней. 5% профессиональных клиентов превратятся в реальных. Каждая успешная продажа пронесет 1000 долларов. Есть возможность иметь 5 продавцов. Ну и вот умножаем все выкладки, написанные на слайде. Получаем, что наш бизнес может генерировать не более чем 600 тысяч долларов в год. И вот отсюда нам следует сразу же сигнал, что нам нужно нанимать новых продажников в решет отдел продаж. Итак, мы можем оценить предложение любого бизнеса, даже в предположении, что он не будет расширяться. При этом, если бизнес расширится, максимальное предложение сразу тоже расширится. Даже в случае интернет-бизнеса, когда предложение кажется неограниченным, все равно имеет смысл рассматривать максимальную пропускную способность серверов. И вот недавно вышедшая история сервиса ВКонтакте, книжка называется «Код Дорова». Там расписано очень подобное, что когда сервис ВКонтакте рос, они постоянно мучились тем, что докупали сервера и постоянно страдали от недостаточно пропускной способности телекоммуникационных сетей. То есть, даже если нам кажется, что у нас интернет-бизнес, и поэтому наша емкость неограничена, на самом деле это неверно, поскольку нам нужно иногда будет покупать сервера. И пропускная способность текущей системы всегда конечна. А если у нас инфобизнес, то нужно понимать, что хотя, конечно, понятно, что инфопродукт можно продавать сколько угодно раз, и он от этого ничуть не убывает, тем не менее, основные доходы на инфобизнесе делаются от точных мероприятий, от какого-то эксклюзивного консалтинга высокомаржинального, от высокомаржинальных тренингов, и это тоже все определяется пропускной способностью тренера. А инфопродукты сами по себе имеют свойство устаревать, и рано или поздно все те, кто хочет ознакомиться с инфопродуктом, его скачивают, его читают, и продукт является устаревшим, и число скачиваний тоже на самом деле конечное. Так что в любом случае, если мы считаем бизнес статичным, то предложение можно оценить подобным образом, просто оценив реально узкое место, оценив реальный фактор, от которого зависит пропускная способность бизнеса. Ну и вот в рамках пятого задания рабочей тетради можно практиковаться в оценке рынка данным методом. Серьезной эффективной стратегией предпринимательской компании, которая будет направлена на удержание и создание конкурентных преимуществ, защищенных конкурентных преимуществ, возможность снять сливки с рынка в течение какого-то времени, является стратегией Голубого океана. В рамках учебного цикла Московской бизнес-школы есть отдельный курс, посвященный стратегии Голубого океана, однако в контексте курса предпринимательства свяжим отдельное его положение. Итак, что такое уйти в Голубой океан? Это уйти в такое пространство существующего рынка, где еще не высокий уровень конкуренции, или даже ее вообще нет. Стратегия Голубого океана является реально действующим инструментом, потому что в основе ее стратегии четырех действий, а именно те четыре действия, которые рекомендуется сделать предпринимателю в рамках создания своего продукта, услуги или его маркетинга, чтобы уйти от конкурентов. Итак, что должен сделать предприниматель? Продумать, какие факторы, которые отрасль принимает, как само собой разумеющееся, следует упразднить? Какие факторы следует значительно снизить по сравнению с существующими в отрасли стандартами? Какие факторы следует повысить по сравнению с существующими в отрасли стандартами? И какие факторы из никогда ранее не предлагавшихся в отрасли следует создать? В принципе, стратегия логичная, ухода от существующих стандартов. Но стоит вопрос, зачем что-то уничтожать? Ответ простой. Если ничего не уничтожать, а только добавлять, это повысит издержки. А поскольку еще одним постулатом стратегии Голубого океана является то, что истержки у нас не должны возрастать, то это означает, что у нас в чем-то мы должны сократить, что-то мы должны вообще убрать и что-то исключить из нашего меню. Итак, для того, чтобы проиллюстрировать стратегию Голубого океана, рассмотрим компанию Google на начальном этапе ее развития. Когда Google был простым поисковиком, мы еще не начали превращаться в портал. Что упразднил Google? Google упразднил портальность в том плане, в каком она понималась для поисковиков до начала 2000-х годов. До Google была следующая бизнес-модель в отрасли поиска. Поиск был бесплатный, поиск становился центром портала. На этом портале было очень много баннерной рекламы, платных переходов, интересные ссылки, и все это монетизировалось. Сам поиск не монетизировался, и развитие поиска по сравнению с 90-ми годами замедлилось. Перед тем, как Google вышел на рынок, наблюдался уже некий застой на рынке поисковых технологий. Что же Google снизил? Дизайн. Google был простой белой строкой, вокруг него не было никакого портала, дизайн был элегантный, но очень простой. И видно, что на дизайн было потрачено мало расходов. То есть Google дизайн существенно упростил, а портальность упразднил. Что же Google повысил? Google повысил качество поиска, сделал поиск более релевантным, более качественным. Тогда, на тот период, алгоритм PageRank, который лег в основе Google, был новаторским. И что же Google научился делать эффективно? Он научился свой поиск продавать через бизнес-модель контекстной рекламы. Эксперименты на уровне стартапов, на уровне очень малых бизнесов были и до Google. Но Google, благодаря ряду маркетинговых ходов, сумел увеличить обороты, сумел популяризовать модель контекстной рекламы, сумел масштабироваться в обраме привлечения необходимого количества инвестиций. И создав под себя хорошую лояльную аудиторию в виде жителей Силиконовой долины, самой по себе у студентов Стэнфорда, жителей Калифорнии, Google с самого начала занимался пиаром, в своей среде он был популярный, у него была аудитория, а сервисы контекстной рекламы, поисковики ценятся тогда, когда в них есть аудитория. Google взял очень новую для того имени модель контекстной рекламы, ее качественно развил. По сути дела, ранее эта модель на рынке еще развитой не была, по сути дела, она была никогда не предлагавшейся как решение для поисковика, за исключением вот этих двух менее успешных стартапов. И Google смело развиться, превратился действительно в мегакомпанию. Действительно, Google на начальном этапе своего существования был типичной компанией, которая вышла в Голубой океан. Вот более подробно можно почитать о стратегии Голубого океана в учебно-театическом пособии с одноименным названием, который входит в линейку Московской бизнес-школы. Следующий инструмент, о котором я скажу вкратце, который более подробно написан, описан в курсе «Коммерциализация инновационной идеи», это принцип длинного хвоста, а именно ставка на большое число малых разноплановых продаж, создание продающего веб-сайта с грамотным поиском, хорошей навигацией и удобной юзабилити, и в сайт всецело ориентированный на пользователя, удобный в обращении, который позволяет делать пользователю самые разноплановые заказы, ориентированно на большое число малых продаж и при этом на большой географический охват. Более подробно эта бизнес-модель описана в курсе, о котором я уже упоминал. Единственное, нужно сказать, что если мы продаем не контент, продаем оффлайн-товар, то нужна великолепная отлаженная логистика. Почему? Потому что заказы могут нам приходить отовсюду, из самых разных точек России и мира, и чтобы потребители были довольны, их нужно очень оперативно и грамотно удовлетворять. То есть проблема любого сервиса, построенного на принципе длинного хвоста, это логистика. Для того, чтобы сервис работал, логистика должна быть идеально отлаженной. А если вас заинтересуют первоисточники по этой тематике, то можно почитать книгу Крис Андерс на длинный хвост. Она издана на русском языке, не так давно была переиздана, и там хорошие и интересные примеры данной бизнес-модели. Этой бизнес-модели следует интернет-магазинам Amazon, Eazon, и ряд других стартапов в области и онлайн-коммерции, и онлайн-услуг, и даже сервисы просто по сравнению оффлайн-товаров. Ну, например, магазин «Запас», который продает обувь. А теперь перейдем к следующему фундаментальному принципу, а именно к принципу нишевого маркетинга. Вывод на рынок инновационного в широком смысле продукта и услуги, когда у нас ограничены средства на маркетинг, когда нам нужно сэкономить на издержках, и когда нужно четко выбирать приоритеты. Действительно, часто случается так в широком спектре отраслей, не только в инновационных отраслях, не только в онлайн-бизнесе, не только в наукоемком бизнесе. Ну, и для практически любой предпринимательской компании бывает первый кризис, первый кризис молодости, когда бывает так, что компания уже имеет опыт продаж, продала ряд продуктов и услуг имеют некий небольшой опыт продаж, вдруг перестают продавать, или продают малое число, а продажи расследуют к какому-то моменту и вдруг перестают расти. При этом выясняется, что если у нас были штучные продажи, эти продажи были очень разнородны, было сложно провести унификацию. Рынок часто может воспринять предложенный продукт или услугу в рамках первых продаж как инновационную штучку, как что-то прикольное, что-то интересное, что-то завлекательное, но не как продукт, который эффективно решает проблему потребителей. То есть очень нам сложно обратиться к какому-то массовому потребителю. Те потребители, что у нас покупают, это любители новенького, любители горячего, любители новинок, а более консервативного потребителя нам зацепить трудно. И как итог, продажи у нас есть, но как таковой системы продаж нет, мы не знаем, как правильно делать коммерческое предложение, не знаем, кому продавать, что продавать. Как эти первые успехи были? Первые успехи могут быть достижимы за счет сарафанного радио, за счет связи, за счет каких-то сторонников, которым понравился не столько наш продукт или услуга, сколько наша инновационная идея. То есть действительно есть проблема. И виднейший маркетолог силиконовой долины Джеффри Мур, который является не только маркетологом, но и венчурным инвестором, он обозначил эту проблему очень четко. Он и назвал преодолением пропасти. И то, как справиться с этой сложностью, как выйти на более широкие рынки предпринимательской компании, я расскажу в рамках данного видеокурса. Вот на данном графике можно видеть реальные примеры жизни, структуру продаж лазерной компании в первые годы. Можно видеть очень широкий спектр продаж, можно видеть, что более половины продаж составляли неокры, причем это были разноплановые неокры, на которые выделяли государственные деньги, в рамках собственной продуктовой линейки было совершенно разноплановое предложение, при этом могу сказать, что сама компания была сначала четко сфокусированной, они стремились продавать лазер специального вида, но у компании было хорошее имя, они знали, что компания может выполнить интересные разноплановые заказы, в компании работает много умных людей и носили совершенно разноплановые заказы от промышленности, компания с ними справлялась, то вырастить какой-то кристалл, то создать какую-то деталь, но при этом как-то такового опыта продавать, вести рыночную экспансию у компании не было, и компания в общем-то так и не вылезла с уровня стартапа, так и осталась весьма маленькой и недостаточно масштабируемой, то есть действительно компания потеряла фокус, потеряла фокусируемость, у нее не было основного продукта, не было системы продаж, не было понимания как этот продукт продавать, ну и вот Джеффри Мур говорили, те сложности, о которых я говорил буквально минуту назад, они систематичны, почему? Потому что потребители в контексте особенно нового инновационного в широком смысле продукта делятся на две категории, это провидцы и это прагматики, прагматики мыслят рационально, конформисты, консервативны, консультируются с коллегами, управляют рисками, мотивированы текущими проблемами, а провидцы в свою очередь опираются на интуицию, поддерживают революцию, как правило убивают из общего ряда, короче, готовы попробовать, что-то новенькое, интересное, непредсказуемое, любители острых ощущений. И вот Джеффер Мур подытоживает, что когда исчерпывается рынок провидцев, компания подходит по сути дела к пропасти, когда рынок провидцев уже исчерпан, а непонятно, как продавать прагматикам. И вот задача продавать прагматикам и научиться это делать, это следующая задача предпринимательской компании. Ну и вот, если в основе компании лежит какая-то технология, Джеффри Мур предложил даже более четкую и этапную схему технологического продвижения. Вначале идут технологические энтузиасты, которые хотят в честном виде попробовать технологию. Потом идут провидцы, которые движимы во многом рациональным мотивам потестировать новый продукт. потом через преодоление пропасти компания приходит к прагматикам и потом охватывает самую жесткую на подъем часть прагматиков, а именно консерваторы. Ну и вот Джеффри Мур дает рецепт, как нам преодолеть пропасть. И говорит, что в основе выхода нишевого потребителя из числа прагматиков. То есть нам нужно взять рынок прагматиков, а поскольку он слишком большой, найти на нем какую-то осязаемую понятную нишу, и этой ниши дать целостный продукт. То есть не только сам продукт, но и всевозможные сервисы, гарантийное обслуживание, обучение, содействие, консалтинг, какие-то сопутствующие продукты и услуги. И вот делать продукт максимально удобным для ниши. И вот учиться продавать этой ниши, устраивать систему продаж, ориентированной для этой ниши. Почему это так? Понятно, что маркетинговый бюджет у нас ограничен. Ниша, она четко осязаемая, четко понятны ее дополнительные потребности. И за счет поразительного качества обслуживания клиента, за счет классной отточенной системы поддержки, за счет грамотных грамотных продаж и послепродажного обслуживания может завоевать сердце узкой, но важной ниши. Еще ниша хороша тем, что, как правило, с нишами уже работают какие-то компании, которые продают нишу какой-то другой продукт или услугу. Если эти компании не являются нашими конкурентами, с ними можно спокойно вступить в альянс, в партнерские соглашения и тем самым сэкономить средства на маркетинг. Как позиционироваться? Нишевой потребитель должен видеть, что альтернативная конкуренция на рынке есть, то есть, что его проблема уже сейчас осознана, что проблема есть, и она как-то решается, и что предлагаемый целостный продукт лучше продукта конкурентов для выбранной ниши. Короче, лейтмотив должно быть то, что лучше понравится всего нескольким потребителям, чем не понравится большинству. Классический пример компания НТМДТ. Компания НТМДТ сделала себе имя на производстве сканирующих зондовых микроскопов. Сканирующие зондовые микроскопы это основной инструмент для работы с нами технологиями. Это микроскопы электронные, которые позволяют двигать и рассматривать атомы и молекулы. Ну и вот на основании еще советских разработок в России появилась в Зеленограде компания, которая производила сканирующие зондовые микроскопы. В нанотехнологиях прогресс развивается довольно медленно и то, что компания уже существует 20 лет и с 90-х годов училась коммерциализовывать свой продукт это вполне нормальный результат. Ну вот компания имея с облегчением научную разработку стала выводить свои сканирующие зондовые микроскопы на рынок. Понятно, что эта компания в общем-то спин-офф от научного института была, бюджеты маркетинговые были мизерные и компания училась продавать свои микроскопы в одну четко очерченную понятную нишу. Продавали микроскопы западным университетам, исследовательские лаборатории университетов. С университетами дружили, делали это хорошо и качественно. И тем самым сумели что называется завоевать сердце этой ниши, завоевать лояльность потребителей и смогли пережить даже середину 93-х годов. А тогда на рынке сканирующих зондовых микроскопов тогда еще очень маленьком происходило следующее событие. Американская компания Вика начала скупать компании поменьше, начала консолидировать рынок и 80% рынка по сути дела взяла под себя. Тем не менее НТМДТ не смаяя на очень сильный нажим конкурентный смогла выжить. Университеты сохраняли лояльность появлялись все новые исследовательские лаборатории которые были клиентами НТМДТ компания выжила. Когда спрос на микроскопы расширился когда эти микроскопы стали популярны у большего количества потребителей в том числе у корпоративных исследовательских центров НТМДТ создала целую линейку уже с ориентацией и на корпорации в том числе и она смогла это сделать потому что просто рынок стал больше и появилась возможность для конкурентной борьбы. Таким образом работая в нише имея четкое предложение сфокусированное на нишу компания смогла выдержать неожиданный нажим конкурентов. В области IT-технологии приведу еще два эффектных примера. Первый пример это компания Документум. Эта компания Документум является крупным игроком на рынке электронного документа оборота но когда они на этот рынок выходили потребность тогда только начала осознаваться в корпоративном секторе и было непонятно с чего начать маркетинговые усилия. Компания Документум решила начать с реально сложной задачи нишевой сделать на этой сложной задачи себе имя чтобы потом двигаться в дальнейшем в другие сегменты. В Америке очень сложна процедура документа оборота по фармацевтике как впрочем в любой другой стране. В Америке отрасль фармацевтики и вводы препарата в действие очень зарегламентированы. Нужно подготовить тонны и гигабайты документации и вот на тот момент когда компания Документум начинала свой бизнес не было еще IT-решения которое полностью автоматизировало подготовку фармацевтической документации. Компания Документум решила на этом сосредоточиться подготовила решение которое могло автоматизировать подготовку полного пакета такого еще не делал никто и компания Документум завоевала лояльность и успех своих первых потребителей прагматиков а именно фармацевтические компании. Есть подобные примеры и в России. Компания B2B-центр автоматизирует крупные корпоративные закупки а именно тендеры, аукционы, запросы, предложения. Каждая такая закупка требует большого количества документации требует большого документа оборота и B2B-центр дает необходимый интерфейс в соответствии с российским законодательством. Сейчас компания является уже универсальной торговой площадкой в ней больше 100 тысяч подписчиков уже много миллиардов рублей суммаря на объем торгов сейчас в компании уже сидит как акционеры консорциум венчурных инвесторов начиная от mail.ru группы Юрия Миллера и кончая иностранными венчурными фондами то есть компания уготована такая счастливая хорошая судьба потому что понятно что венчурные фонды будут сделать все чтобы компания и дальше развивалась и будут привносить в компанию весь свой опыт накопленный десятилетиями работы действительно в рамках B2B-центра в рамках ее экономикапитала там уже имеют доли ряд крупных американских венчурных фондов например Index Ventures ну и вот B2B-центр начинали довольно скромно они поставили перед собой гораздо менее амбициозную но более реальную осязаемую задачу а именно стать системой которая автоматизировала закупки энергетического сектора и именно компания которая тогда существовала РАУ ЕС Россия которая тогда как раз приходила к централизованным закупкам регламентированным и хотели закупаться через негосударственную электронную торговую площадку компания B2B-центр тогда не назывались даже B2B-энерго имели такой бренд смогли завоевать доверие РАУ ЕС России смогли стать ее тендерной площадкой а поскольку в РАУ ЕС России было много поставщиков электронная система сразу наполнилась поставщиками сразу пошли торги на площадке сразу стало много игроков потом эти игроки стали еще друг у другу закупать тоже через эту электронную торговую площадку благо функционал позволял короче рынок был сросдан сразу быстро довольно большой и все благодаря привлечению на эту площадку одного большого якорного игрока также четко выбранная и правильная ниша очень сильно помогла обоим этим компаниям дальше продвигаться на рынок в качестве инструмента определения рыночной ниши можно использовать анкету Джеффри Мура вот она перед вами на слайде если вы выбрали какую-то рыночную нишу и смогли четко заполнить анкету то это означает что рыночная ниша выбрана правильно определена четко и следующий шаг осталось ее обсчитать если она имеет довольно большой объем то это означает что можно попробовать работать именно на ней в рабочей тетради в одном из заданий можно попробовать как раз попражняться в описании рыночной ниши например конкретно предпринимательской компании ну и в итоге в рамках рекомендаций Джеффри Мура можно предложить следующий список действий по конкурентному позиционированию а именно сфокусируйтесь на том рыночном сегменте где ваше предложение наиболее ценно конкуренты это те кто дает альтернативное решение той же проблем что и ваш продукт то есть нельзя говорить что конкурентов нет если у нас нет пример конкурентов значит у нас есть конкуренты альтернативные сфокусируйте коммуникации до отдельной ниши сократите описание конкурентов преимущества до двух предложений и концентруйтесь именно на них, а именно на том, как наш продукт решает основные проблемы в выбранной нише. Увеличивайте качество вашего продукта и создавайте крепкие связи с партнерами и союзниками, которые работают на данной нише. И еще очень важное правило. Нужно понимать, что для правительств, как правило, предпочтительными являются инновационные маркетинговые решения, а для прагматиков более традиционные. То есть, в нынешнем развитии технологий, пока еще рано для прагматиков, для людей консервативных вести продвижение продукта через Твиттер, через Фейсбук, через социальные сети, поскольку далеко еще не все люди, активно работающие в бизнесе, являются завсегдатами социальных сетей и активно там присутствуют. То есть, лучше продвигать продукт через традиционные средства продвижения, а именно через выставки, через непосредственные коммуникации, а если через интернет, то через медийную или контекстную рекламу. То есть, нужно понимать, что прагматики, может быть, немножко дольше поспевают за временем и предложить им более традиционные маркетинговые решения, для того, чтобы завоевать их сердца. Но и в итоге, как заключительный и важный совет, нужно предложить поразительно качественное обслуживание целевого нишевого клиента. После того, как завоевана первая ниша, следующим шагом может быть закономерный вопрос, а что делать дальше? Джеффер Мур говорит, что следующим шагом является кегельбан, а именно, можно от одной ниши передвигаться к следующему, когда у нас уже будет хватать бюджета на маркетинг, когда будет понимание, откуда брать деньги на дальнейшее продвижение. Есть два канала движения. Значит, первый – это идти от продукта. То есть, завоевав одну нишу, можно идти на следующую, там, где целостный продукт может быть похожий на тот, что у нас уже есть. Ну, например, компания Документум шла постепенно к все большему и большему охвату промышленности, связанной со здоровьем. Это фармацевтика шла к медицине и к другим секторам промышленности, к химии, там, где документоборот имела те же сложности, что и в фармацевтике. А второй канал – это отзывы потребителей. То есть, мы можем идти на рынок с совершенно другим продуктом, конечно, в рамках нашего позиционирования, но отличным от первого продукта, но идти на новые рынки с отзывами с рынков старых. То есть, отзывы потребителей нам будут подтверждать то, что мы умеем делать качественный продукт, что мы их удовлетворили, и что компания является хорошим поставщиком продукта или услуги. Следующий сектор точно так же хорошо и старательно удовлетворит. То есть, сами по себе отзывы, хорошая репутация компании тоже могут быть хорошим каналом продвижения на следующие ниши. И следующая тема, которую тоже предпринимателям нужно иметь в виду и на вооружении, и которую мы уже немножко касались в курсе коммерциализации инновационной идеи, но которую не лишние, напомните, здесь, это то, что в начале, когда средства на маркетинг минимальный, мы можем создавать минимальный продукт. Как создать минимальный продукт? Нужно четко ответить на вопрос, какую проблему основную потребитель мы решаем, что есть то решение проблемы, тот в виде продукта или услуги, который мы предлагаем на рынок, очистить наш продукт от всего лишнего. Тем не менее, то, что у нас в итоге получилось сделать максимально удобным, предложить сопутствующие сервисы, вот эту комбинацию выводить на рынок. Вот, может привести пример типичной ошибки. Очень часто бывает так, что поставщики каких-либо IT-систем, которые хорошо реализуют одну функцию, либо складской учет, либо CRM, либо онлайн-бухгалтерию, начинают сразу надстраивать систему всеми возможными способами и позиционировать, что их система является не качественной CRM, некачественной бухгалтерией, некачественной системой складского учета, а ничем иным, как маленькой ERP-системой. Однако, непонятно, почему эта система будет реализовывать одинаково хорошо все функции предприятия. Эта система уже себя успела рекомендовать на какой-то одной функции. Совершенно непонятно, почему вдруг все функции будут работать одинаково хорошо. И это является типичной ошибкой. То есть, нужно сначала выводить минимальный продукт, а потом постепенно двигаться в сторону его расширения, а не делать попытку максимально расширить продукт сразу. И сразу тоже не стоит выводить продукты, которые пригодны на все случаи жизни. Например, IT-система с очень большим набором вспомогательных функций. Понятно, что всегда любое расширение этой сдержки, любое расширение от чего-то нам стоит. И поэтому нужно четко сформулировать проблему потребителя и вводить ее минимальное, но вместе с тем максимально удобное решение. И в дополнение к нему сервис, вспомогательные продукты и услуги, чтобы на выбранной нише внедрение прошло максимально качественно и бесполезно. Вот из таких принципов нужно исходить, чтобы правильно продвинуть продукт на выбранный рынок. В случае, если у нас маркетинговый бюджет скромен, усилия нужно четко распределять. И такими правилами можно руководствоваться при выборах маркетинговых приоритетов. А теперь мы переходим к, пожалуй, важнейшей теме нашего курса, а именно фиксации прибыли с помощью роста стоимости компании, проблематики, выбор способы выхода из компании, выхода из инвестиций. Продолжение следует... Продолжение следует...